У тебя была неоднократно возможность ощутить в руках, на себе именно ту заветную медаль, которой идет, наверное, любой спортсмен, в том числе и ты, о которой ты неоднократно заявляла. Олимпийская медаль. Это в очередной, в последний раз, когда ты уже была в одном шаге от победы. Я немножко расскажу, что это был не один шаг до победы. И я расскажу, что да, художественная гимнастика – это безумно красивый вид спорта, но он в то же время очень субъективный. И объективно говоря, я бы могла сделать еще тысячи шагов, но до нее так и не добраться. Так как у нас есть судьи, у нас есть политические и так далее мотивы. И изначально, с первого упражнения, я была не нужна на федестале. Обидно, было ужасно обидно. Но мне не так было обидно, как в 2012 году, когда была первая Олимпийские игры. Здесь я сделала все, все в подготовке, просто от и до. И я понимаю, что если бы мне сказали, Мелита, давай ты пройдешь этот путь еще раз, может быть, ты что-нибудь изменила. Я не знаю, что изменить. Ну вот, чтобы, допустим, вернем время назад, и вдруг бы у тебя получилось. Я не знаю, что изменить. Я полностью отдалась тем тренировкам, той программе, которую мне выстраивал тренер. Но я сделала все. Это ошибка, да, которая, все думают, вот ты ошиблась, да, если бы не ошиблась, ты была бы на федестале. Нет, даже если бы я не ошиблась, все равно я была бы или с деревянной медалью, или с пятым местом. Какой-то, ну, случай, я не знаю, дайте мне сейчас эти булавы, я сделаю миллион раз и не ошибусь. Я себе сказала, что, может быть, мое счастье в другом. Сколько у нас олимпийских чемпионов, которые после окончания карьеры никем стали. То есть, да, человек, вот ты идешь, 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 идешь к этой медали, ты ее завоевываешь, а следующая ступень после пьедестала, она может быть очень разной. Можешь выйти в... Менов, которые не достигают, да, того поставленного, ради чего они готовились, долгих четыре, а то и больше лет, да, у них чувствуется в глазах какая-то опустошенность, какая-то где-то озлобленность, да, где-то негодование. Скорее опустошенность, конечно. Что испытала ты в этот раз? Я подумала, что первое, что это, наверное, страшный сон. Что опустошенность, да, ты прав. Зла не было. Было такое, почему? Почему я недостойна этой медали? Почему так случилось? Почему? Что я опять сделала не так? Да, что было не так? Я спросила у тренера, Ирина Юрьевна, что было не так? Я не знаю. Когда она сказала такую фразу, что ты была готова лучше всех моих спортсменов, которых я вела к Олимпиаде, и почему так получилось, я тебе ответить не могу. Наверное, вот там я немножко успокоилась. Обидно, да, конечно. Но для меня высшая была похвала именно тренера. Что вот, Милита, я не знаю как тренер, ты сделал все, ты лучше не умеешь. Я тебе сказала, наверное, мое счастье в другом. И если вы думаете, что вот так вот я остановлюсь на этом, нет. Я опять буду доказывать, что я где-то могу еще. Общественность была взбудоражена твоими отношениями с Виталием Гурковым. Я думаю, что нет смысла ничего скрывать, да, уже? Ну да, все видели. На каком у вас этапе, возможно, уже свадьба, дети? Нет, свадьба, дети – это еще нет, это точно. Я могу сказать, что у нас интересная история. Мы знакомы уже 4 года, может, даже больше. Ого! Да, но когда мы попробовали встречаться 4 года назад, у нас ничего не получилось. А как были эти пробы? Просто, ну, сходили на раз, два, три на свидание. Ну, как-то я поняла, что он очень хороший, очень… Человек, которого я могу уважать. А для меня очень важно, чтобы было уважение к тому, с кем я общаюсь. Ну, всегда же любовь – это такая химия, это вот должно быть что-то… Первый раз она не промикнула? Нет. И… То есть это не любовь с первого взгляда? Нет, я никогда не влюбляюсь. Я очень такая продуманная. Я не могу влюбиться с первого взгляда. И до сих пор, наверное, жду подвоха. Что ж с ним не так? Вот. Потому что пока все так хорошо. Но я такая реалистка… Так вот, вернемся к нашей истории. Мы встретились случайно зимой. Вот. Вот так вот, да. И… Но, тем не менее, вы особо не афишируете ваши… Я не люблю вообще… Это из той же области, что счастье любит… Я не знаю. Просто я не люблю… Я никого не пускаю к себе вот глубоко в душу. Я как-то ставлю очень много замков. То, что вы видите… Ну, почему бы и нет не рассказать, что я там выступила там-то… Там… Меня здесь можно будет словить там-то, там-то… А отношения… Зачем? Задергают… Мне этого не хочется. Для меня вообще отношения это такое очень… Уведут? Ну… Хорошо. Пускай уводят. Если у них получится. Вот. Я, кстати, очень неревнивая. Хорошо. Но почему с его стороны тоже нету никаких… Официальных… Не заявлений, а тех же фотографий в Инстаграме… Кстати, которые были парочку, он их удалил почему-то… Я не знаю, почему, верите, я даже не заметила. Да? Да. Зато заметили… Многие, да. А что? А почему Виталий удалил с вами фотографии? Он удалил фотографии? Я даже, видите, не слежу. Ну, не знаю. Ну, вот такая я антидевушка, которая будет следить там… На гастролях он где-то там… Кто там с ним фотографируется? Вообще не слежу. Ты понимаешь, что у него большое количество поклонниц? Понимаю. У такого человека, как он, должны быть поклонницы. Хорошо. Молодец. Ха-ха-ха. Я рада. Что дальше? На самом деле у меня сейчас очень тяжелый период. Вот ты стоишь на перекрестке и думаешь, что делать дальше. Не знаешь, когда ты вернешься. Да. Продолжать спорт скорее нет, чем да. Никогда не говори никогда, но очень болит стопа, очень много проблем со здоровьем. И надо вовремя заканчивать. Это раз. Что делать дальше? Много идей. Я думала и пойти на телевидение работать, как-то популяризовать вид спорта. Ну, про спорт что-нибудь. Думала пойти в национальный олимпийский комитет. Почему бы и нет с моими знаниями вот этой кухни спорта. Плюс, если понадобятся с удовольствием какие-то знания другие, у меня это все получится. Мне не сложно учиться. Мне этого очень хочется. В детстве я вообще хотела стать дипломатом. Тут у меня открылась возможность выступать в шоу. Я пока просто пробую. Вот я сейчас вытаскиваю и не оставляю тренировки, и пробую себя и там, и там, и там, и там. Но это в основном то, что перечислила, это все практически для души, для удовлетворения своих каких-то... Ну, да. А теперь надо понять, где-то надо работать. И вот это надо выбрать. Ну, да. Сейчас, конечно, упирается все в финансовое положение. Вот ты меня словил в такой чудесный период. Что делать? Что делать? Вот. Но у меня есть плавающие пару месяцев. Может, еще что-то у меня. Возможно, ты скоро просто скажешь, что я хочу ребенка? Нет. Не хочу я не замуж, не хочу пока, пока. Ни детей пока не хочу. Я хочу... Как они вписываются в твои... Пока в ближайшие два, наверное, года. Да, мне хочется найти работу. Мне хочется, чтобы она приносила, конечно же, и удовольствие, и деньги. Позволь мне тебя немного еще...